Министры в Украине стремятся не создать, а выгодно купить, выгодно продать. Самая законолюбивая отрасль, юстиция, не стала исключением. Так министр Денис Молюска анонсировал в Украине большую распродажу, которая, по министерским прогнозам, должна перерасти в большое строительство тюрьм. Нас очікує экзотична назва приватизація в'язниць, але вже початок, лютий місяць, і перша в'язниця буде продана. Первым в феврале этого года с молотка должен был уйти Ирпенский исправительный центр номер 132 под Киевом. Однако великая тюремная приватизация была отложена. Потенциальные покупатели оценили стартовую цену в 220 миллионов гривен, слишком высокой, и не подали заявку на участие. Очень быстро очередь дошла до южной исправительной колонии номер 51 в Одессе, что на Люздорской дороге. 18 марта, буквально через день после провала с Ирпенской тюрьмой, различные источники стали писать, что Одесса обойдет столицу и продаст тюрьму первой. Еще бы, свыше пяти гектар земли, три с половиной километра до моря, четыре километра до центра. И какой хайповый промоушен в лице министра, анонсировавшего продажу еще летом 2020-го. Так, если будет возможность, допустим, сделать даже тюрьмы какого-то другого образца, если они это сделают, продадут здесь, построят где-то там за городом, к примеру, и сделают более какие-то, может быть, европейские условия для заключенных, то, наверное, это будет лучше. Верю, что построят новую тюрьму. Ну, не очень. В наше время таких разговоров можно доверять, честно говоря. У меня как раз дом на Краснова, напротив колонии. Я бы не хотела это видеть, колонию. То есть, если мы можем сказать, какой-то развлекательный центр, парк, потому что там есть территория с парком, возможно, что-то для общественности. Ни высокоэтажки, ни квартирные дома. Ну, ни тюрьмы вообще не должно быть. Исправлять надо, наверное, незаконным, строгим, а жизнью, благой, хорошей жизнью, хорошим воспитанием, питанием. Продать ИТК – это не решить вопрос, это взять деньги, потратить и все. А кто будет в СИЗО? Это инфраструктура внутри. Это то, что я сказал, вся система обеспечения этого изолятора или колонии – это система обеспечения жильем работников каторжного труда, которые там находятся. Решение о продаже объектов пенитенциарной системы выглядит нелепо. Я категорически противник. Южная исправительная колония номер 51 станет одним из первых учреждений такого типа, которые будут проданы частникам. Заверяет министр и добавляет, что на продажу имущественный комплекс колонии будет выставлен максимум в апреле. Соответственно, весьма вероятно, что уже к концу года колония обретет новых владельцев. Рядом с ней находится знаменитый тюремный замок – одесский следственный изолятор. Практический памятник посадочной архитектуры. Близнец питерских крестов, тоже спроектированный Антонием Томишко. А арку для него разработал Бернардаций-младший. Изолятор, овеянный памятью сидевших тут Льва Троцкого, Григория Котовского, Мишки Япончика, Владимира Жаботинского и более поздних авторитетов не продают. Интересно, что же можно построить сбоку от него? Дом с видом на СИЗО? Или торговый центр с детским аттракционом «Беги, малыш»? В общем, инициатива Минюста выглядела бы как очередная, невоплотимая в жизни утопия, если бы ни слово «продать». Это слово заставляет поверить, что так и сделают. Сегодня ставят на работу реформаторы, их называют. Они только сидят, дуются. Что они делают? Мне стыдно некоторых слушать. Это, вы понимаете, люди, которые не думают о людях. Они забывают то, что в единождь, по-моему, наказ был, я не помню уже, что мешканцы Одесской области находятся тихо в Одесской области. Сегодня сына посадили на 10 лет. Он уехал в Харьково примерно, да? А чем та старушка поедет, завезет ему передачу? Как она поедет? Нету подхода хозяйского. Нету души людской. У них одно в глазах – распродать. Экс-глава Одесского управления государственной пенитенциарной службы Александр Дзеленко уверен, что при грамотном подходе колонии могут сами окупать свое существование на 50-60%, а не тянуть деньги из государственного бюджета. По крайней мере, так было 7 лет назад, до прихода так называемых реформаторов. Раньше на Одесской зоне в больших цехах производилось много продукции для продажи, а изделия из металла шли даже на экспорт. Это производили много чего. Запчасти до сейлок, до культиваторов, до плугов. Пять договоров за границу. Пять! То Польша, Казахстан, Литва, Белоруссия и в то время Россия. И все распалось, все распалось. Мы даже печь купили большую на полтонны. Печь – это большая, считается, печь, чтобы выливать, все успевать. Там было две печи, мы еще одну купили, чтобы все успевать. Работа кипела. Также в пенитенциарную систему ранее входили спецпоселения за крупными городами, где жили осужденные за первое нетяжкое преступление или те, кто уже отсидел часть срока и положительно себя зарекомендовал. В Одесской области, в Ширяево, находился такой реабилитационный центр или пробационный центр. У нас сидело на следственном изоляторе где-то две с половиной, две шестьсот. Немножко даже был перегруз. Мы регулировали, но был перегруз. На пятьдесят первый – полторы тысячи. На четырнадцатой – до двух тысяч. В этом, или в Измаиле на следственном – до четыреста. До девятьсот, девятьсот шестьдесят, по-моему, человек на семьдесят четвертый. И плюс поселение в Ширяево. Там у нас было примерно, это четыреста пятьдесят, до пятьсот мы догнали. Все ехали к нам, потому что это ж пробация, это перевоспитание. Я, когда в Ширяево не придумал, сделал дополнительный паек тем, кто на тракторах работал, на посевных, люди не то, что плакали, они не верили, что это может быть такое. А он едет на работу, и у него дополнительный паек сало, хлеб, масло, цибулька. И он едет на работу, так как женщина кого-то провожает дома. А тут мы их провожали. И они работали неплохо. Поселение в Ширяево. Это как не исправительная колония, а просто перевоспитательная такая, пробация, что называется. Сейчас он есть? Нету. Вот именно что, это землю хотят продать, пять тысяч гектаров земли. Уже нету ее. А за пробацией говорят, а ее нету. Это министр юстиции говорит, нету ее. И я не виню президента, я виню министра, потому что он уничтожили они. Нету. Возможное нарушение прав заключенных в связи с вывозом их в другие области для отбывания наказания. Закрытие спецпоселений, где осужденные могли социально себя реабилитировать. Что вместо этого сегодня предлагает украинская система наказаний для отпавшего гражданина, чтобы он смог вернуться в общество? Они работали, они зарабатывали на семью, они выплачивали элементы, они платили иски. Да, да, люди исправляются. Я же не скажу, что все негодяи исправляются. А если такое отношение, как вы же знаете, то они не исправятся. Они наоборот, если собачку закрыть где-то в клетку, а потом выпустить, она злая. В анонсированной большой распродаже тюрем и в их большом строительстве в будущем, которое вызывает сомнения, кажется, полностью выпадает главная составляющая – заключенный как человек и возможность его перевоспитания. По крайней мере, министр юстиции на открытии частной камеры в Одесском СИЗО говорил о деньгах. Сутки пребывания – 985 гривен. Неделя – 3502 гривны. Присутствует система скидок. Пионерам юстиции, как утверждают неофициальные источники, будущие владельцы 51-й колонии уже известны. Возможно, тюремный комплекс в складчину купят несколько крупных строительных компаний, планирующих застроить почти 6 гектаров земли под ним. Примечательно то, что в стране, где уровень преступности достаточно высокий и исправительные учреждения переполнены, власть предпринимает попытки распродавать тюрьмы. Не случайно под статьей о тюремной продаже появился саркастический комментарий. А куда мы вас всех потом посадим? Субтитры создавал DimaTorzok